Так, коллеги, здравствуйте, добрый день. Меня зовут Геннадий Кучинский, я руководитель отдела электронной коммерции компании ДКС. Ну, во-первых, спасибо всем, что присоединились к нам. Сегодня мы расскажем вам о нашем обновленном продукте, нашем программном продукте с довольно такой серьезной историей. Это FixCombitec. Подробности вы получите от моей коллеги Елены Смирновой, которая сейчас к нам присоединится. Это наш менеджер отдела электронной коммерции, которая, собственно говоря, курировала вот эту разработку. Но кроме нее, также хотел бы поблагодарить за тактильное участие в этом проекте Ольгу Неробу и Григория Чередниченко и наш IT-департамент. Все, собственно, моя вводная часть на этом закончена. Елену прошу, эстафету передаю вам. Здравствуйте. Коллеги, добрый день. Ну, еще раз на всякий случай представлюсь. Меня зовут Елена Смирнова. Я менеджер отдела электронной коммерции. И сегодня я расскажу вам о том, как работает наш конфигуратор FixCombitec. Мы внесли в него некоторые изменения. И, соответственно, сейчас мы о них вам расскажем. Ну, и также представим наш новый дизайн. Итак, коллеги, начну с того, что немножечко расскажу о том, что такое FixCombitec. Возможно, кто-то из вас уже работал с данным продуктом, может быть, даже с предыдущего версии. FixCombitec – это наш программный продукт, доступный онлайн, который позволяет вам создать спецификацию из лотков кабельных аксессуаров к ним для прокладки кабель несущих трасс, а также из пластиковых кабель-каналов, аксессуаров для них и шаблонов электроустановочных изделий для того, чтобы организовать прокладку открытой проводки в офисах, административных зданиях, ну, или в любых других помещениях, учреждениях. В общем-то, это уже более внутренняя история. Если кабельные лотки мы можем использовать как в помещениях, так и на открытых пространствах, в зависимости от специсполнения, то кабельные каналы мы прокладываем, естественно, внутри помещения, пластиковые кабель-каналы. Покажу вам, как найти наш конфигуратор. Если вы оказались на главной странице нашего сайта, то вам нужно перейти в раздел «Поддержка» и выбрать раздел «Программное обеспечение». На данный момент программа «Фикс Комбитек» у нас первая в списке, но если этот список будет пополняться и вдруг она окажется не первой, вы всегда вот слева можете воспользоваться фильтром и выбрать по названию программы или по типу программы. Соответственно, нажать кнопочку «Применить» и найти нужный вам блок. Это касается не только продукта «Фикс Комбитек», но, в принципе, любого программного обеспечения, которое находится в данном разделе. Расскажу немножечко об интерфейсе. Если кто-то работал уже с нашим предыдущим интерфейсом, то сейчас мы его немножко обновили и, как мне кажется, сделали чуть более удобным. Если вы помните, ранее, когда вы добавляли продукцию в спецификацию, нужно было, например, при выборе крепления или аксессуаров переключаться между такими вкладочками, переходить всегда в новое окно. Теперь вы можете осуществлять подбор по одному типу продукции, например, по металлическим каналам, в рамках одной странички, никуда переключаться не нужно. Соответственно, то же самое сделано для кабельных каналов. И у нас есть дополнительный раздел «Прочие», в котором вы можете в свою спецификацию добавить какую-то нужную продукцию, но которая не входит в рамки работы данного конфигуратора. Предлагаю начать с металлических каналов. Мы внесли сюда несколько доработок. Если вы видели нашу уже новую версию фикс-комбитека, то вы, наверное, заметили, что у нас появилась перфорация. Сейчас мы дополнили базу выбора креплений и расширили ее. На данный момент для наших всех типоразмеров лотков добавлено 960 комбинаций, уникальных комбинаций крепления металлических каналов к различной типовой поверхности. На шпильки, на консоли, к потолку, бетонным покрытием и так далее. Также здесь есть раздел «Выбор аксессуаров», в котором мы теперь предлагаем к указанным лоткам автоматический подбор аксессуаров в зависимости от типоразмера основного изделия. И также мы добавили блок комплектных решений, очень удобный для таких изделий, в первую очередь, как проволочные лотки. Если вы уже имели дело с нашей продукцией, вы знаете, что аксессуары для проволочных лотков собираются непосредственно из самих проволочных лотков, но с определенным набором метизов в комплекте. Собственно, для того, чтобы вам не добавлять отдельные лотки, не добавлять отдельные крепления, мы сделали общий блок, в котором сделали этот набор для вас. И, соответственно, привязали нужные лотки к нужным аксессуарам. Также отмечу, что особенность этой базы такова, что ее можно оперативно корректировать и оперативно поправлять. То есть если вы добавили какой-то элемент в систему, вам достаточно будет перезагрузить страницу, и он у вас появится уже в выборе подбора. Это очень удобно и для нас, и для вас. То есть если какой-то аксессуар вы вдруг не нашли или обнаружили какую-то погрешность, то мы это можем оперативно исправить. В этом случае вам нужно написать на наш электронный адрес и комтик, и СРУ, и, соответственно, указать, что вот ошибочка. Желательно, конечно, если вдруг вы что-то там нашли, то сопроводить скриншотом и описанием. Мы будем вам очень признательны, это ускорит процесс. Ну, я тогда, наверное, пожалуй, начну. И начну с выбора прямых секций, потому что это первый шаг в работе с конфигуратором. Если вы не указали прямую секцию, не осуществили выбор прямой секции, соответственно, все остальные три блока для вас на этот момент будут недоступны. Обратите, пожалуйста, внимание, что нужный вам товар вы можете найти по коду или названию продукта, если у вас уже есть опыт работы с нашей продукцией, и вы, например, подбираете уже спецификацию под конкретные изделия. Если вы еще не определились с изделием, то всегда можете воспользоваться нашими фильтрами. Например, выбрать тип лотка, ширину, ну и так далее. И обратите внимание, при работе фильтров мы убираем все значения, сужаем выборку. То есть если вы выбрали кабельные листовые лотки, и, например, у нас, ну, нет, например, в наличии лотка, например, шириной 35 мм, да, для листового лотка, то если вы придете к фильтру ширина, вы, например, уже значение 35 не увидите, оно будет для вас скрыто. Это удобно, то есть в относительной работе фильтра упрощает работу, и, соответственно, не нужно выбирать из тех вариантов, которых нет, и получать какой-то отрицательный результат. Ну, я думаю, что снять фильтры достаточно для того, чтобы кликнуть на вот этот крестик внизу, и, соответственно, вот, вы сбросили фильтры. Ну, я думаю, мы начнем с какого-нибудь примера для того, чтобы смотреть, как это работает, и возьмем лоток 35010. Перейдем в карточку лотка. Вы можете в спецификацию добавить комплект IP44, добавить крышку и, например, выбрать нужную крышку по толщине, какая вам больше в данном случае нравится, необходима, ну, в зависимости от ваших потребностей, добавить несколько перегородок и указать нужное количество метров лотка, и, соответственно, вот на вот эту замечательную кнопочку с плюсиком добавить продукт-спецификацию. У вас уже справа появится ваш лоток, и обратите, пожалуйста, внимание, здесь есть стрелочка, и вы можете развернуть вашу спецификацию, то, что вы добавили в картины, уже посмотреть. Вот, обратите внимание, поставили галочку напротив IP44, и видите то, что находится у вас внутри. То есть для обеспечения IP44 у нас предлагается клейкая бандажная лента и комплект для обеспечения защиты IP в местах соединения. Автоматически добавляются соединители для лотков в нужном количестве, да, в зависимости от той длины трассы, которую вы здесь указали. Это тоже не нужно отдельно где-то набирать, соответственно, если вы указали здесь длину необходимой трассы больше, чем длина лотка, то автоматически в спецификацию у вас будут добавляться соединители. Также мы обозначили три перегородочки, и, собственно, вот они у нас в спецификацию добавились. И крышка. Далее мы переходим к выбору креплений. Тоже, если обратили внимание, уже работали с обновленной версией фиксы, мы сделали такую небольшую дорабаточку. Теперь можно выбирать крепление в автоматическом режиме к конкретному изделию. Соответственно, здесь также есть фильтры по типу опорной поверхности. Вот на данный момент мы выбрали лоток, как раз сработала наша инститализация. Для лотка 35010 у нас на данный момент в системе есть крепление для профнастила, бетонного перекрытия, бетонной стены. Также есть отдельный фильтр по максимальной ширине лотка и исполнение. Ну, в данном случае у нас исполнение сенземиров, соответственно, все крепления, которые здесь предложены, они в исполнении сенземиров. Обращаю ваше внимание, что если вы, например, добавили лоток в спецификацию, но решили посмотреть, в принципе, какие крепления существуют, то вы можете данный фильтр их сбросить и выбрать, например, какое-то другое крепление просто в ознакомительных целях. То есть так тоже будет работать фильтр. Можно не выбирать лоток, можно по своему какому-то... преследуя какие-то свои собственные цели, можно выбрать также крепление. Ну, мы пойдем вслед за спецификацией и выберем, например, крепление для профнастилы шириной 50 мм. Также указываем нужное количество от наших комплектов креплений, добавляем их в спецификацию. Обратите внимание, вот они внизу у нас добавились, вы можете посмотреть, сколько нам для чего нужно. Далее мы можем выбрать аксессуары к данному товару. Выбираем наш лоточек и в автоматическом режиме на основании нашей характеристики вам подобрались по типу-размеру все аксессуары, которые подходят к данному лотку. То есть вы можете выбрать любой. Соответственно, вот эти аксессуары у вас будут отображаться в той же спецификации, которая относится к основному изделию. Соответственно, вот наш угол типа 45 градусов. Обратите внимание, мы добавили в спецификацию лоток с комплектом IP44 и аксессуар у нас автоматически проставляется с комплектом IP44. У нас у лотка добавлены перегородки, соответственно, у аксессуара тоже автоматически добавляются перегородки. Это отдельно, нигде не нужно добирать. То есть если вы выбрали какие-то дополнительные функции у лотка основного изделия, то в спецификацию, если эта информация есть в базе, добавятся те же элементы для аксессуара. Соответственно, крышка, ну и соединители. В целом так работает наш подбор именно для спецификации металлических каналов. Отдельно сейчас покажу работу на блогу комплекта на решение как раз на одном из примеров наших лотков проволочных IPC1010. То есть мы можем добавить нужное количество креплений. И, кстати, обращу ваше внимание, что у некоторых металлических каналов больше, чем один комплект соединителей. Бывают разные типы соединений проволочных лотков. Поэтому вот если комплектов больше, чем один, то вы можете, например, выбрать тот, который нужен вам. Ну и, соответственно, добавить его в спецификацию. Перейдем в раздел комплектное решение. И для нашего лотка IPC1010 мы выберем ну, любого аксессуара. Здесь есть фильтр по типу аксессуара, например, угол, ответвитель, редукция. Мы можем выбрать один. Либо мы можем воспользоваться поиском по названию и детализировать наши результаты. Если мы, например, не хотим пользоваться вот этим фильтром по типу аксессуаров или, может быть, их слишком много типов, выщите какой-то конкретный элемент, то, соответственно, вы можете также через поиск названия найти. Добавляем спецификацию. И вот, смотрите, у нас комплект, который мы добавили. Да, соединение пластин плюс комплект один. Соответственно, вот его содержимое, артикул, количество и комплект наших соединителей для формирования аксессуара. Так, ну, в принципе, с металлическими каналами у меня в данном случае все. Я предлагаю перейти к кабельным каналам. Что нового мы добавили здесь? В первую очередь это то, что мы расширили типологию наших пластиковых изделий для установки розеток различного типа. Например, плитусный кабель-каналы. Стало немножечко, как мне кажется, стало немножко удобнее и проще. вы можете уже, да, по типу изделия сузить круг поиска. Соответственно, здесь, если вы, например, уже знаете конкретный товар, который вам нужен, вы можете воспользоваться поиском по коду, по названию продукта или воспользоваться фильтрами по ширине, цвету, материалу или глубине изделия. Посмотрим работу нашу конфигуратор на примере канала 0.95.00 и добавим его в спецификацию в нужном нам количестве. Посмотрите, пожалуйста, накладки на стык профиле, когда у нас указана необходима длина трассы больше, чем длина лотка, у нас здесь добавляются накладки на стык в нужном количестве для соединения вот этих пластиковых кабель-каналов между собой. Тут также есть раздел выбора аксессуаров, они также подбираются автоматически на основе этих характеристик и, соответственно, вы можете видеть уже здесь аксессуары плоские углы, заглушки, тройники и так далее и нужные вам изделия вы можете добавить спецификацию. Вот, посмотрите, они у нас добавят спецификацию. А также вы можете выбрать нужный вам шаблон электроустановочных изделий, у нас их достаточно много. Обращу ваше внимание также, что у нас есть по результатам вот этой вот выдачи, да, при подборе пагинации, так как может быть очень много результатов по совпадениям, да, по комплектам, по шаблонам электроустановочных изделий, их может быть очень много, по комплектам креплений. В каждом блоке по результатам выдачи у нас есть переходики по страничкам, что позволяет нам вот прокруточку сократить. Но если вам, например, это не очень удобно, вы можете увеличить результат выдачи, да, 10, 20, 30 строчек. И, соответственно, вы можете пощелкать, перейти по страничкам и добавить нужный комплект. В шаблоны электроустановочных изделий мы добавили также шаблоны с использованием продукции, авантинашного достаточно нового продукта. Я думаю, что вы о нем уже все знаете. Вот. Также добавляем спецификацию. И, например, смотрите, если результат выдачи много, вы ищите, например, что-то конкретное, да, например, RJ45 розеточку, да, мы забираем и в поиске и видим, результат выдачи только те шаблоны, где указаны, да, розеточка RJ45 в разъем. Мне кажется, достаточно удобно. Вот. Все вы можете посмотреть наглядно. Справа у вас спецификация. Обратите внимание, они также здесь разделены на латхи кабельные и каналы кабельные. То есть, это металл, это пластик. можете посмотреть артикулы, которые у вас пойдут в спецификацию. Ну, в принципе, все обозримо, понятно, в каком количестве вам все это необходимо. Для удобства можно свернуть, развернуть спецификацию, да, посмотреть какие-то элементы. На вот эти стрелочки нажимайте, у него сворачиваются и разворачиваются. Отдельно скажу о разделе и прочее. Естественно, например, вам помимо металлических каналов или пластиковых каналов нужно найти какие-то изделия, добавить их в спецификацию, например, для предоставления какой-то информации клиенту, то вы, например, у нас здесь нет труб. Давайте попробуем найти трубы. Оба. Вы получите, да, при поиске по коду или по названию продукта список изделий, да, в которых есть совпадение с тем наименованием, которое вы ввели, там, труба, розетка, ну, если вы вдруг не нашли какое-то соединение и вам очень срочно нужно до того, как мы добавим спецификацию, например, да, или это не попадает под разделы работы конфигуратора, то вы можете всегда эти изделия добавить в разделе прочее. Ну, можно добавить, например, ну, пять штучек, у нас появится же раздел прочее, труба у нас будет, да, пять метров. Обращу ваше внимание также, что у нас есть такой сервис, как изменить количество, то есть он есть у всех основных элементов, можете скорректировать, да, изменить количество там трассы и так далее. вот, и, соответственно, происходит пересчет по основному элементу, изменяется количество спецификации сопутствующих, да, элементов, например, соединителей, длины перегородок, крышек и так далее. Также дополнительно у нас есть кнопочки скачать спецификацию, загрузить или очистить. Например, вы можете скачать спецификацию в трех вариантах doc, да, это вордовский документ, документ формата excel и pdf. Возьмем, например, excel. Вот, получаем мы в таком установленном формате шаблончик, да, если вы не являетесь нашим дистрибьютором, то из данного блока вы можете, например, ну, в принципе, можете взять эту спецификацию и обратиться к нашему дистрибьютору и для оформления заказа, например, наш дистрибьютор может использовать эти два столбца, код и количество и даже форму простого импорта сразу загрузить всю вашу спецификацию в корзину и оформить нужный вам заказ. То есть, даже если вы, например, его здесь собрали, то у дистрибьютора можно очень быстро оформить заказ по всей продукции. Можно загрузить дополнительную какую-то информацию сюда в спецификацию, если вам нужно. Тоже в простом импорте, код количество. Наш тестовый пример, нажимайте загрузить. У меня там было два лотка в количестве 11-12 метров и, соответственно, они у меня отобразились, правда, в разделе прочее, потому что это дополнительная функция и мы не выбираем его среди основных элементов. Можно очистить спецификацию пока не буду удалять, нам это пригодится. Для авторизованных пользователей есть определенный функциональный бонус, вы можете сохранить спецификацию в избранном, задать название проекта, не знаю, каким сегодня проектом и нажать кнопочку сохранить. Ваша спецификация сохранилась в избранном, можем перейти в раздел избранное, у нас в избранном будет написано, что это спецификация из программного обеспечения FixCombitec и нажав на нее мы можем вернуться соответственно в раздел программного обеспечения в раздел FixCombitec и продолжить работу с нашей спецификации. То есть если вы сделали под какой-то проект набор, вы задались соответственно название, добавили в избранное и, например, перешли к работе с новым проектом. Если вам нужно, например, согласовать комплектацию, цены и так далее с вашим заказчиком, вы всегда можете вернуться к проекту, внести какие-то конвертировки, дополнения, что-то, например, исключить или что-то добавить. также для наших дистрибьюторов, если, например, с ними работаете или они работают в нашем конфигураторе, очень удобно, и, например, если под заказ клиента сделан набор, то можно отправить спецификацию в корзину. Обратите внимание, у нас вся спецификация ушла в корзину, одинаковые строчки, одинаковые товары, они суммируются при импорте в корзину, то есть не повторяются такие ошибки, то, что у вас, например, два артикула в разных строчечках, нет, все суммируется, вот, соответственно, дистрибьютор уже может оформить заказ в данном случае на вашу спецификацию. Коллеги, ну, в целом в данном вопросе у меня все, я думаю, что мы можем теперь ответить на ваши вопросы, возможно, есть какие-то нюансы, которые мы сейчас пропустили, или у вас есть какие-то вопросы именно по рабочим функционалам. Коллеги, как Елена сказала, у нас на странице раздела есть, собственно говоря, адрес, да, e-com собака dkc.ru, туда можно писать любые вопросы в свободной форме, просто, ну, будет здорово, если я буду указывать, что это тема фикс-компитек, и мы будем готовы всегда проконсультировать, помочь, ответить на любые вопросы. Поэтому, наверное, все. Вот, в принципе, если вопросов нет у коллег, то тогда будем рады за обратную связь в любом виде, да, то есть, какие-то рекомендации, ценные советы, потому что мы всегда с удовольствием получаем, как, говоря по-английски, фидбэк, да, обратную связь, поэтому welcome, пишите, с удовольствием будем общаться, будем, если это необходимо, что-то улучшать, дорабатывать, всегда рады. Ну, как я вижу, вопросов нет, я думаю, что там объем информации большой, сразу так, возможно, и вопросы не возникает, поэтому всем, наверное, спасибо, Елена, еще раз спасибо, коллеги. Геннадий, можно добавить, что если у коллег появятся вопросы по инструкции, по работе с программой, то можно на наш адрес e-commerce.ru отправлять свои вопросы, и мы, конечно, на них постараемся ответить максимально оперативно. Тогда всем спасибо организаторам, участникам, Елена, спасибо еще раз, коллеги, рады. Спасибо большое, до свидания.